Бравл Толк! Мегаящики возвращаются в классическом событии. Два бойца животных, возвращение Олимпа, морских глубин и три новых модификатора. Почему бы нам не вернуть ящики? Похоже все по ним так скучают. Потому что посмотри, что наделал Дэнни. Не переживай, Фрэнк одолжил мне вот эту штуку. Ну что, ребят, пора. Погнали! Дэнни собирается уничтожить мегаящик? Да не наш, а вон тот. Ничего себе! Он там в порядке? Не переживай, с ним все будет хорошо. Добро пожаловать на Бравл Толк! Классический бой – новое событие этого обновления, где вы сможете выиграть мегаящики. И кто расскажет лучше о классическом бое, чем классический Райан и Фрэнк? Верно! Здравствуйте! Вас ждут новые игровые режимы, новый гиперзарядный скин, переработанные классические скины и возвращение мегаящиков. Собрав достаточно мегаящиков, вы сможете получить новейший гиперзарядный скин «Монарх Рика». Это переосмысление скина «Мажор Рика» со множеством визуальных обновлений, включая особую форму в режиме активации гиперзаряда. Чтобы получить мегаящики, нужно собирать звездные жетоны. Старые игроки еще, возможно, помнят, что это такое. Их можно получить за первую победу дня в режимах, где звездный жетон активен. Соберите столько, сколько нужно, и вы получите мегаящик. Жетоны можно также получить в особых еженедельных квестах и в испытании, которое пройдет во время события. Как и раньше, вы можете открыть мегаящик сразу же или собирать их, чтобы потом открыть все вместе и получить ударную дозу дофамина. Никогда не открывали мегаящики и не понимаете, почему они особенные? Мегаящики особенные, потому что в них много разных предметов сразу. Бойцы, блинги, скины, монеты, очки силы и кристаллы. Да, кристаллы снова можно найти в ящиках. У вас есть шанс получить гиперзарядный скин события и его цветовые варианты. Монарх Рика, блинговый Монарх Рика и кристальный Монарх Рика. В события будут доступны два новых игровых режима в классическом стиле. В зеркальном матче все игроки играют за одного и того же бойца. Дратуйте, дратуйте, приятно познакомиться. По очереди используются бойцы, первые появившиеся в игре, всего 21, так что зеркальные матчи регулярно обновляются. А барабанная дробь – это особый режим, где каждый побежденный вами боец превращает вас в нового. Нужно сыграть определенным количеством бойцов, и если дойдете до последнего и одолеете еще одного игрока, победа за вами. В обоих режимах действуют классические модификаторы. Это значит, что все бойцы ограничены девятым уровнем, имеют только первую звездную силу и не используют гаджеты и гиперзаряды, прям как в 2019 году, когда Дрю и Марсу еще не было. Это еще не все. У нас будут скины на классическую тему, в том числе звездочка Шелли по мотивам звездной Шелли. У вас будет шанс найти их всех в мега ящиках. Старый ковбой Динамайку уверен, что раньше было лучше. Помощник шерифа Брок уже взводит курок. А шериф Шелли следит за порядком, будто на дворе до сих пор 2019. Алла Рикошет рвется в бой, даже покраснел. Также мы переработали два старых скина. Викинг Булл теперь выглядит намного круче. Он также получил световую вариацию Северянин Булл. И Печерный Фрэнк, один из самых уродливых скинов в игре. У него тоже появилась вариация под названием Первобытный Фрэнк. Классический бой начнется 12 июля и будет идти до 31. Все так? Чувак, это же моя фраза. Как насчет тог по вторникам? Да отстаньте со своими тогами по вторникам. До следующего вторника. Сезон Боги против монстров принес с собой мифические скины. Гаргона Эмс в Бравл Пасс, включая Сапфировую и Рубиновую вариации в Бравл Пасс Плюс. Минотавр Бун, прямиком из-за лабиринта. Повелитель Морей, Посейдон Эрти. Тусовщик, Дионис Анджело. Гарпиа Мелоди с еще более зомбирующими песнями, которая также является ранговым скином сезона. Афина Пайпер, покровительница метких стрелков. А сезон Боги против монстров начнется 4 июля. Кто не любит единорогов? Берри. Берри суровый и жесткий парень, который вынужден работать в кондитерской у Мэнди, нарядившись в костюм единорога. Его раздражают проделки Честера и неорганизованность Мэнди, но в глубине души он рад, что у него есть эта семья. Он атакует растаявшим мороженым, которое наносит урон врагам, наносит урон с течением времени, а также лечит союзников, потому что его друзья любят мороженое. Мороженое – это прекрасно. Во время использования супера Берри бросается вперед, разбрасывая мороженое вокруг себя. Ммм, мороженое. А еще у Берри есть интересная особенность – он заряжает свой супер, исцеляя товарищей по команде. Вы уже влюбились в мороженое? Ой, я имею в виду Берри. Берри – первый боец этого обновления, и он появится вместе со скином «Темная лошадка Берри». Кооперирование – это здорово, если, конечно, речь не о режиме столкновения. Мы решили внести некоторые улучшения в наши социальные функции. Теперь объединиться с друзьями из реальной жизни станет еще проще, благодаря новым групповым QR-кодам. Кроме того, будет легче продолжать игру с игроками, которых вы встречаете в игре. Вы сможете оставить ту же команду, когда нажмете на кнопку «Играть снова». Быстр чат доступен прямо на главном экране. Друзей можно добавлять сразу после матча, а самое главное – при игре в команде опыт будет удваиваться. Если вы не в команде, вступайте в команду. Ааааа, время гиперзарядов! В игре появится семь новых гиперзарядов. Барни бросает три больших напитка, которые также уничтожают кусты. Супер Фрэнка теперь действует по всей области вокруг него, больше не нужно прицеливаться. Супер Анджела следует за ним повсюду, прямо как сплетни. Наконец-то гиперзаряд появился и у Пайпер. При использовании супера она оставляет еще больше бомб и отбрасывает противников при приземлении. Эмс отталкивает бойцов своим супером, а затем прицельно атакует спреем. При использовании супер-снаряды Рика скакивают еще дальше, а Супер Гайла бьет дважды по более широкой области. Встречайте Пейнтбой! В сезоне Пейнтбой вас ждет новый боец, новый игровой режим и новые скины. Скином Бравл Пасс Пейнтбой станет Медуза Сэнди, и у него будет неоновая и сияющая цветовые вариации в Бравл Пасс Плюс. В рядах бойцов пополнение. Знакомьтесь, солдат ракообразная Кленси. Он не настоящий лобстер, но не говорите ему об этом. Кленси мифический боец, специализирующийся на уроне, который может улучшить себя до трех раз за матч, попадая во врагов и своих пейнтбольных ружей. Примерно как Вольт, но чуть иначе. На каждом этапе Кленси также улучшает свой супер. На первом этапе он делает один выстрел во время основной атаки и стреляет очередью при использовании супера. На втором этапе он делает два выстрела подряд, а его супер покрывает большую область. На третьем этапе Кленси стреляет пейнтбольными шариками из хвоста, добавляя атаку по диагонали. Во время использования супер он также двигается быстрее. Кленси добавится вместе со скином азартный игрок в сезоне Пейнтбой. А это новый игровой режим, который появится, как ни странно, в сезоне под названием Пейнтбой. В этом режиме игроки соревнуются, покрывая карту краской. Побеждает команда, закрасившая наибольшую часть карты. На месте побежденных врагов остаются цветные пятна, что помогает закрашивать карту быстрее. Нееет! Пейнтбойные скины погнали! А с минутбойник, которая, надеюсь, неодержима великим древним. Каракатица Джеки с модным уличным луком, черепаха Гейл с панцирем, которую он готов пустить в ход. Ранговый скин Кальмар Спраут. Вы только посмотрите на это милое личико! А мы еще не закончили. Мы также переработали трех бойцов. Нам давно стоило заняться Фрэнком, и это, наконец, произошло. Чем меньше у него здоровья, тем выше скорость атаки. Надеемся, это изменение позволит ему адаптироваться к некоторым режимам, и он будет не только получать урон, но и наносить его. Мэйк получила больше снарядов для своей меха-формы, но их дальность уменьшилась. Надеемся, это позволит ей действовать более агрессивно. Текущая звездная сила Честера станет частью его основной атаки, так что в ней всегда будет все четыре этапа. А его новая звездная сила будет усиливать первый этап атаки. Пиратское лето возвращается вместе с пиратом Гавсом, который остается хорошим мальчиком даже в море. Буканьер Барли – идеальный бармен и морской волк. А Корсар Даг – самый невозмутимый капитан на свете. Кроме этого, у нас есть два скина Supercell Make. Это Мистер Питая, сочный летний воин, придуманный Фрэнки... И Амбер с пузырями, который гоняет на роликах и атакует врагов пузырями. Все, как в жизни автор Арт Дрей. Титул Хэнка теперь называется «Боевая креветка». Теперь в игре видно год создания вашей учетной записи. Ограничения по блингам больше нет. Обновлена базовая модель Брока. Вы можете зарегистрировать уникальное имя Supercell IZ. И теперь вы можете видеть свое текущее место в мастерском списке лидеров прямо у себя в профиле. А в моем Телеграм-канале вы можете принять участие в розыгрыше нового скина на Була. Ссылка в описании. А по этому QR-коду можно бесплатно получить новую иконку профиля. Вот мы и вернулись, парни. И мы даже ничего не изменили. Все кажется абсолютно нормальным. Отлично, мы молодцы. Привет, парни. Как дела? На этом все. Если вам понравился мой перевод Бравл Толка, то обязательно подписывайтесь на канал и включайте колокольчик, ведь впереди еще снэкпики. А если ты хочешь поддержать мой канал и получить множество бонусов, то оформляй спонсорскую подписку. На каждом уровне подписки есть свои плюшки. Первый уровень даст тебе особый значок профиля и смайлики в чате. Второй откроет доступ к чату со мной и другими спонсорами. Третий пропустит секретный Телеграм-канал. Четвертый увековечит твое имя в каждом моем видео. А пятый, самый высокий, откроет доступ к плейлисту со влогами, распаковками, неудачными дублями и другими интересными моментами из моей жизни. Сейчас там уже более 50 видео, так что будет из чего выбрать. Оформить спонсорскую подписку можно по ссылке в описании. Я буду рада видеть тебя в элитном зеленом отряде Клеопатра. Отдельно благодарю всех спонсоров канала за поддержку и возможность дальнейшего развития. И увидимся в следующих выпусках. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!